Вот, с ума я, он там мониторы выключает во время сцены, чтобы не расходовалась энергия. Если бы я был тренером, то я бы, скорее всего, набирал маньяков. Как думаешь, это разумно врываться в 29 лет? Лил не очень хорошо ведет себя на публике, но он тоже очень сильный. Ну, как тельтующий, там был показан No One. Вот. А если посмотреть паблик, то же самое. Отыграл ли Данил уже свое? Он умеет стоять один на один в миде. И не так много людей его побеждало. Да, ну, если брать Dream Team, то я бы взял всех негодяев. Пруфы, кстати, будут. Вы их скоро увидите. В интернешенале есть такая традиция негласная, что ни одна еще команда не брала чемпионство два раза подряд. Да, я надеюсь, такого не будет. А то мне придется возвращаться. Скажи, с чем ты связываешь такую тенденцию? Как ты оцениваешь шансы Evil Geniuses повторить свой успех 5-го, 2015-го года? Ну, я бы сказал, что у EGS самые большие шансы стать еще раз топ-2. Точнее, топ-1. Пример я приведу очень простой. Вот Бульдог играл третий инт, опять же, 5 часов в день. Это из его интервью. Большое количество кланваров. Сейчас попроси его это сделать, я думаю, вряд ли он захочет. У него деньги есть, чемпионом он был, и у него все хорошо, он стримит. Все замечательно. У многих шведов, которые тоже с ним занимали топ-1, я думаю, у них тоже все хорошо. И просто мотивация падает. Падает мотивация сидеть и тренировать себя там по 10-15 часов. Например, те же Wings, которые были чемпионами Минта, решили, что им вообще нафиг это не надо. И мы просто не поехали. Мы просто дисбанулись, собрали какие-то там, по-моему, 3 команды, поиграли, ничего не сделали, и скорее всего, многие из них просто забьют. Мотивация. Ты когда берешь турнир один раз, у тебя мотивация падает. Дай бог, чтобы ты дважды был в гранд-финале. Дай бог. Например, я уже в втором мете понимал, что мне уже тупо это становится неинтересно. И то, что касается многих коллективов. IG что сделали? Правильно, скатились. I-Lions просто вымерли после третьего НТА. Nubi. Там половина людей вообще сразу ушли в офлайн. Там какой-то банан сразу пошел на карьеру тренера. И нормально у него все получилось. Потом кто у нас еще? Пятый International. ЕГЭ. Они единственные, кто не сдали. Удивительно, кстати. Но они продолжают стараться. И, скорее всего, это заслуга организации. Ну и шестой International Wings, я уже сказал. Они просто дисбаннулись. И на этом турнире впервые за всю историю нет команды, которая бы защищала свой титул. Впервые за всю историю. Почему? Потому что мотивация падает. Ты не хочешь всю жизнь выигрывать International. Тебе это будет неинтересно. Хорошо. А что ты думаешь, выступает мотивирующим фактором для Evil Genius сейчас вот так стараться? Практически в том же составе, да? То есть там... Какова причина для них? Почему им важно? И почему они до сих пор играют и выигрывают турниры? Ну, мощная организация. Очень мощная организация. И ребята, которые просто хотят играть. Сейчас у них сверхмотивированный Крит, желающий выиграть турнир. Сейчас у них сверхмотивированный Артизи, с которым, кстати, турнир будет выиграть сложно, потому что он... Ну, какая-то карма. Вот. То, что связано с International. Вот. С ума я. Он просто слишком молодой. И он еще будет очень много играть. Я уверен, он мотивацию 100% не потеряет. Учитывая, какая большая у него семья. И учитывая то, что он мониторы выключает во время сцены, чтобы не расходовалась энергия. Это нам из кабинок рассказывали. Кулстори о Сумэле. И чуть не заплакали. И... Кто там еще остался? Юниверс. Который просто хорошо играет. Вот. Хорошо играет. И... Саппорт Зай. Который, опять же, сверхмотивирован. Там три человека горят. И очень хотят побеждать. Я думаю, это может сыграть решающую роль. Когда у тебя три человека... Ну, когда у тебя большая часть команды хочет прям рвать и хочет прям, не знаю, вот бежать на дистанцию, прийти к финишу первым, остальные двое, скорее всего, тоже захотят бежать так же. А если ты, допустим, видишь, как у тебя, например, там первые три человека пробежали, вообще не старались, и ты вообще бежишь не первым, такой думаешь, да ладно, что я буду стараться. Ну, побегу там, не знаю, приду третьим, четвертым, ну, ничего страшного. Зато хоть там не умру на финише, как это обычно происходит на Олимпийских играх. Когда люди падают, и все, и лежат. Раньше бегал просто. За школу. За 640-ю. Такой вопрос. Вот мы сейчас затронули вопрос мотивации людей. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя мысли какие-то или соображения по поводу того, чтобы снова ворваться в соревновательный дух? Может быть, не как игрок, но, допустим, как тренер, как человек, который бы воспитал какую-то команду, вот чем-то помог бы, или еще что-то сделал бы для новичков, передал бы опыт, знания. И если есть такое желание, возможно, у тебя есть какая-то Dream Team, которую ты хотел бы возглавить. Да, ну, если брать Dream Team, то я бы взял всех негодяев, всех токсичных игроков, которые хорошо умеют нажимать на кнопки, но при этом им нужно помочь научиться общаться. Я считаю, что это самые сильные игроки. Но тупо из-за своего характера, они просто не могут, допустим, преодолеть некоторые, там, не знаю, вопросы. Например, организация, вот, допустим, Natsun Vincere, или там, не знаю, какая-то еще, она не может научить игрока играть. Ну, не знаю, ваша организация. Кто у вас может научить, допустим, играть EFN? Ну, вот лучше. Есть кто-нибудь? Мы не можем научить играть, потому что у нас недостаточно ММРа, и, в принципе, человек, который мог бы научить, он бы играл в другой команде, правильно? Да, и поэтому вы можете помочь человеку научить общаться. У вас, допустим, есть владельцы, которые имеют компании, которые выстроили работу, где есть большое количество сотрудников. Там, насколько я слышал, что у одного из ваших боссов вообще есть офис в Сингапуре. Довольно-таки крутая страна, и иметь офис там – это престижно. У вас сотрудники, они могут помочь найти общий язык, повысить свою продуктивность. И вот в этом ключе организация может помочь. Поэтому, если бы я был тренером, то я бы, скорее всего, набирал маньяков, которые по-любому бы не хотели играть друг с другом, но это не важно. При этом я могу сказать, что я в последнее время вот немножечко баловался, когда был тренером в команде «Эффект», но как только у меня появился сын, это было перед киевским мажором, я тут же ушел сразу. Я, в принципе, уже до этого уходил, потому что у меня была беременная, я не мог выделять все время для того, чтобы тренировать команду, но просто вот так получилось. Пока сын есть, пока он растет где-то в год или, может быть, даже два, я точно не буду тренером сто процентов. А игрок, я не знаю, 29 лет? Как думаешь, это разумно врываться в 29 лет? Ну, чем черт не шутит. А? Черт не шутит. Ну, если доту будут и дальше кузуалить, то, может быть, там, на бадончике, на варлоке, там, голема кину, банды повешу. Хорошо, ну вот, то есть ты хотел бы какой-то челлендж для себя, да, создать тем, что ты говоришь, вот взял бы пять маньяков очень токсичных. Просто они очень сильные. Токсичные маньяки, они не уживутся друг с другом. Ну, это ваша задача помочь им ужиться. Вот, кого бы ты, ну, как пример, рассмотрел бы, как вот команду такую, токсичных маньяков? Самые токсичные, ну, Алоха Дэнс, ФН, Ноуан. Ты считаешь, что это три самые... Нет, я считаю, что три из этих игроков могут занять у меня мид. Что могут занять? Центр. Центр-кэрри. Да. Хотя нет, Алоха бы я на четверку поставил, пусть он там бегает, а на кэрри Рамзеса. Это исключение. Он удивительный. То есть, вот, среди всех он выделяется. Вот. Потом по уфлейнерам, на самом деле, тут беда, и мне очень тяжело найти нормального игрока, который стоит уфлейнером, потому что у нас там буквально есть, наверное, три человека. Там Паша, Генерал, Гостик, Фобос, который уже старый. Ну, вот, с хардлинии там тяжело, я не знаю. Ну, там просто нормальные ребята. Ну, подожди, они не токсичные. Кто? Не генерал. Я знаю, я знаю. Просто игроков в уфлейнии вообще почти нет. В этом беда, в этом проблема. Как у нас говорят, многие лил не очень хорошо как бы ведет себя на публике, но он тоже, как бы, очень сильный. Вот. И, естественно, с ним тоже очень приятно работать, если брать индивидуальный план. Ну, и пятерку, я не знаю. Насчет пятерки пока неизвестно, но есть там какие-то варианты. Рассматриваешь, значит. Ну, я просто назвал тех людей, которые очень круто играют. Тот же NoOne, вот если вот он играет как в фильме True Side, он ошибается. Это было видно по фильму вообще на раз, на два. Просто преимущество 15-20 тысяч, ошибка, все, Virtus'а проиграли. Пятая игра, там преимущество опять 10 тысяч, одна ошибка, проиграли. А если этот человек настроится, если он будет играть спокойно, уравновешенно, хладнокровно, то я считаю, что в принципе NoOne это один из самых вообще как бы скиловых игроков, и ему просто нужно помочь быть спокойным. Если хотят люди проверить, допустим, мои слова, просто зайдите на YouTube и посмотрите нарезочки с NoOne. Просто NoOne горит, и там куча мубиков. Я посмотрел, и был удивлен. Я не ожидал, что NoOne настолько агрессивный парень в пабе. Ты сейчас затронул тему NoOne и True Side. После выхода этого фильма мнение комьюнити в принципе разделилось. Да. Кто-то решил, что специально Virtus.pro показывают такими какими-то злодеями, которых OG победили, как добро такое вселенское. Кто-то говорит, что ну на самом деле все как есть показали, просто так оно само и сложилось. Твое мнение насчет этого фильма, твое мнение насчет того, как оно вообще воспринимается комьюнити, и правильно ли VAL делают, что такую подноготную дают. Ну я сейчас скажем так, я сейчас подожгу пуканы так качественно многих людей, потому что я считаю, что в принципе VAL показали правду, которую лично я лицезрил как игрок уже на протяжении там 10 с лишним лет. И я могу сказать, что так, обычно у нас ребята и общаются в командах. Многие скажут, о боже мой, да нет, не может такого быть. Люди по-любому так не общаются, у нас по-любому все культурные, хорошие, замечательные, прекрасные. Но вопрос, а сколько вы видео видели за нашими командами, чтобы сказать, что действительно подтверждает ваши слова? У VAL есть, вот пожалуйста, материалы, и Virtus.pro знали, что их будут снимать. Virtus.pro понимали, что все вот такое вот острое, агрессивное будет выставляться. Virtus.pro могли пойти и сказать, пожалуйста, не выкладывайте это. Но все люди говорили, мы хотим увидеть правду. В итоге, почему аудитория разделилась на два лагеря? Потому что какая-то часть аудитории была готова увидеть правду о наших игроках и понять, какие они. Если не верите, не знаю, нарезки его. No One, Aloha Dance горит, No One горит, и там просто миллион материалов, вы увидите, как ребята общаются. И вы поймете, что ребята так же, как они общаются в паблике, они так же частично общаются и вот в командной игре. Кто у нас больше всего горел в Трусайте? Кто тильтовал больше всех? Ну, проигрывает паблик. То же самое. Никакой разницы. Человек сидит, играет в обычную доту, как он обычно играет это в пабликах, постоянно, только в команде. И он при этом знает, что он работает на камеру. И, соответственно, он ведет себя, вот уже, когда играет, не знаю, пято-шестой матч, он уже забывает, что он смотрит на камеру и ведет себя так, как он обычно ведет себя в жизни. И те, кто не верят в это, пожалуйста, будьте добры, просто покажите примеры, где человек, например, проигрывает, что он, допустим ведет себя там достойно хорошо не орет что все мусора не орет что там 0 помощи там не знаю и так далее что это дауны это еще нехороший дядя пожалуйста покажите вот таких людей и я могу показать пример соло тильтовал нет почему посмотрите на за ним на стримах посмотрите за ним где угодно в жизни за ним смотрел он жизни тоже не тильтует рамзес добрый приятный паренек я от него услышал там буквально пару мата форме шутки и говорил пикой душой все тоже приятный парень но другие люди которые были в трусайта которых показывали тильтующими они как раз вот ну показали такими какие они есть и заметьте они дали разрешение они могли попросить их не показывать но они этого не сделали потому что все хотели правда ну то есть свое мнение что такие фильмы нужны и они в принципе до открывают глаза комьюнити ну перестаньте ругаться и все пожалуйста вот я недавно смотрел стрим там было 30 тысяч и там просто человек сидит и орет что все дауны что эти дауны это дау этот собрал какую-то фигню это я еще говорю слава и всем это нравится все обожают и у нас как бы поколение растет такую какую-то вот я не знаю какую-то вот движение растет что у нас это наоборот приобретает популярность что у нас дети становятся агрессивными у нас постоянно матерятся постоянно кого-то гонят постоянно оскорбляет у нас наоборот вот именно в пабликах dota 2 это происходит в оборот у нас уже когда люди говорят привет и нехорошее слово на букву у может быть я не знаю многие знают а там то или там привет да он и так далее при этом идет привет кончены там ублюдок этого считается нормы говорят там здорово и такой же мат в ответ и потом это показывает на камеру мусориан вы увидели правду что я могу сделать если у вас есть своя правда пожалуйста покажите факты а не рассказывайте сказки спасибо то есть свое мнение что это вот стримеры как раз которые обучают не не стримерам а мнение что это в целом все наше поколение идет непонятно куда вообще я не знаю куда мы идем и почему мы движемся в этом направлении и почему допустим агрессивный контент на ю тубе почему противостояние постоянное оскорбление они набивают больше просмотров почему versus вот именно в снг вот именно в снг вот очень многие подмечали где постоянный мадди постоянно люди гонят друг на друга собрать больше всего просмотров и людям нравится почему когда ларин записывает клип где он просто дизает там 20 блогеров собирает огромное количество просмотров ну ка он записывает более-менее адекватный клип который всем понравилось где была нереальная статистика по лайкам он собрал просмотров там в 3-4 раза меньше почему потому что нет конфликта ты никого не обосрал людям не интересно смотреть на доброго хорошего не знаю там ютубера им хочется там трешака им хочется поругаться им хочется замеса ты сидишь дома ты не знаешь что тебе делать ну ничего не происходит им хочется экшена вот и я так понимаю просто многие стараются двигаться в этом направлении и тем самым собирают просмотры лайки так далее но youtube отключает монетизацию у всех кто старается преподносить качественный контент и большое спасибо многим постарается воспрепятствоваться до данному контенту кто-то недавно смотрел на тысяч тв как женщина бьет кого-то или как бьет женщина уже не помню кого именно и этого человека заблокировали и я надеюсь что мировые компании с хорошим именем и вообще взрослые люди которые многим управляют они будут стараться двигать наше общество хорошему они где-то они деградации как говорил-то однажды деньги на своем стриме пруфы кстати вот вы скоро увидите на моем youtube канале кстати твое мнение насчет дэнди так то что сейчас большинство комьюнити горит по поводу того что дэнди все хватит уходи на пенсию да и все это прочее ты считаешь что отыграл ли данил уже свое или он еще может но если брать но если брать навыки 11 он может то есть он уже много раз стоял 11 пару раз у него было неудачно но он умеет стоять 11 миде и не так много людей его побеждала если бы его сейчас приходил и каждый второй пабе разносил был один на один то поверьте сам мимо на ту свинца приняли меры но они понимают что проблемы не в дэнди ну конечно можно попробовать кого-то посильнее чем дэнди но там помимо сил еще имеется медийкой медийка это то что кормит организацию если не дай бог организацию берет дэнди и она не будет показывать результаты то что останется у на и дэнди пойдет сразу команду и у него сразу игроки появятся и спонсора и он сходу все сделает а может быть как купе и поступит и поэтому я считаю что у на ли проблемы не с мидером хотя там тоже можно какие-то изменения сделать дэди допустим может как алексей березин пойти на саппорт или там на у пленера лёша так и сделал свое время когда играл в русский со потом пошел вегу и я считаю что дэнди как бы у него есть варианты организации нужно просто найти хорошего капитана вот я считаю что если они кого-то и хотят взять то фнг это вообще один из лучших вариантов у него есть им спирит он там капитан и он будет играть там и напомню по результатам navi не вышли из группы а фнг был в одном шаге от попадания на инд последний вопрос возвращаясь вот теме который предыдущий у нас была с тобой по поводу конфликтов да и вечного противостояния каких-то людей какой человек возможно я знаю что ты достаточно мирный парень у меня по сути один конфликт за 10 лет один и когда я смотрела человека с которым я был конфликт у него до этого был конфликтом с айсбергом с дэнди там еще с кучей людей постоянно огонь его там на других профессиональных игроков которые добились там в тысячу раз больше чем этот персонаж то есть я когда смотрел на этот чувака и понимаю что если от женщины уходит там не знаю седьмой мужчина то проблему уже не мужчине скорее всего проблема женщине поэтому ему скажет конфликт он так бы так получилось если бы не этот конфликт я бы скорее всего никогда бы не стал говорить я бы никогда бы не вышел на youtube я бы никогда не стал развивать себя как спикера сейчас у меня два тренера по речи и ну там плюс минус какие-то результаты появляются просто все считающие негодяй которые постоянно вообще на конфликты идет и пруфов 0 просто 0 а кто это делает хейтеру которые вот как раз является частью какой-то аудитории их много и они любят всех называть даунами а если не согласен и поэтому они сразу меня хейтит считают что это нужно прям вот про нужно уничтожить меня любыми возможными способами у них это не получится прошу прощения мои любимые дорогие вопрос как раз том вот этот конфликт который у тебя возник хочешь ли ты его избежать как-то так уйти от него чтобы ну негатив не сказывался на тебя каким-либо образом либо у тебя желание такое задавить фактами и пруфами твоей вот твоей правды но скажем так если происходит какое-то так сказать какая-то медийная атака в 2016 году то это по сути это очень сильное оружие например а недавно один шерлок холмс ну и даже не шерлок холмс например у нас вот youtube есть очень много людей которые стараются очернить других youtube блогеров естественно они это делают для того чтобы можно было их раскритиковать и часть аудитории того человека перешла к тебе будет какой-то хороший там приятный замечательный человек или может быть какой-то там веселый и просто орешь на всех людей и людям это нравится может из помойки ешь и опять же миллионы просмотров вообще качественный контент и нужно уметь защищаться качественно очень качественно то есть если например по тебя пускают слух и люди начнут об этом говорить говорить говорит то через какое-то время этот слух может стать правдой в этом случае ты просто защищаешься тебя нет смысла кого-то задавить у тебя нет смысла кого-то очернить ты просто высказываешь свою точку зрения другим людям и если их точка зрения если твоя точка зрения понравится им то они придут к тебе естественно лучше всего высказывать точку зрения тому кто в ней разбирается например там репетитор речи допустим от них два один репетит репетитор тебе скажет что-нибудь такое крутое классное хорошо второй репетитор скажет тебе что-то еще крутое то что полностью отличается один репетитор даст тебе упражнение которые допустим вообще могут тебе повредить и которые вообще ухудшат твою речь а другой репетитор может сказать что эти упражнения вообще нафиг не нужны ты просто тратишь свои деньги давай делай вот эти и в итоге ты будешь выбирать лучшее мнение из этих двоих и впоследствии ты будешь вот эти за тем кто дает тебе лучше всего следовательно то что нас называют конфликтами это называю просто обмен мнениями у кого мнение лучше затем пойдут люди хорошо давай наверно будем завершать все таки на такой позитивной ноте твои слова наверное нашему комьюнити так вообще в целом дота комьюнити вообще людям которые увлекаются дотой чтобы ты хотел им пожелать и ну последние приветы ну давай подумаем что сейчас же самое животрепещущие сам наш канал самая горячая до интернешнл пройдет он уже будет никому не интересен там спустя месяц но когда тема вечная который всегда будет тренде да ну естественно снг решафла но это тоже при шафлы пройдут и никому не будет интересно даже скажу про чсв многие считают что если вы говорите о себе многие считают что если вы рассказываете там о своих действиях если вы там пришли со двора рассказывать как вы там на паджике оформили beyond good like или например там рассказали как круто вы выступили на олимпиады занят там призовое место и вас позвали в супер крутой институт многие считают что это нельзя делать хотя это достижение хорошие и о них можно рассказывать многие считают что если вы делитесь приятными эмоциями там приятными достижениями или чем-то еще это плохо нет это нормально и естественно вы просто делитесь радостью которая у вас была, и в этом ничего плохого нет. И поэтому, если какие-то люди будут к вам подходить и постоянно требовать вас заткнуться, потому что на вашем фоне они чувствуют себя менее знавичными, потому что на вашем фоне они будут выглядеть не очень красиво, то просто бегите от таких людей и найдите, я не знаю, приятных, адекватных, с кем просто весело и мило можете пообщаться. И, естественно, говорите хорошие вещи о себе, если у вас есть для этого повод. Хорошо, привет. Привет. Спасибо Кириллу. Спасибо Сергею. Спасибо Рухабу. Спасибо Valve. И спасибо аудитории за то, что посмотрели это интервью до конца. Это было сделать сложно, но... Это спойлер. А? Это спойлер, да. Но я пока слишком долго выражаю свои мысли. Надеюсь, рано или поздно научусь делать это быстро. Хорошо. Спасибо большое тебе за интервью. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.